Поселок Усово-Тупик – один из 12 населенных пунктов Барвихинского поселения. Небольшую территорию густо населяют многоквартирные дома. Свободных от застройки площадей немного, поэтому к использованию каждого квадратного метра земли подходят с особым вниманием. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подобные вопросы держит на личном контроле. Я приехал сюда вместе с вами выяснить, какой конечный результат, чтобы потом так выстроить муниципальные программы на следующий год. Если мы голосуем за парк, значит, будем делать парк с воркаутом, детскими площадками. Если звучали варианты парковки, по-моему, размещения базы МБУ или базы обслуживания, значит, будем делать базу. Вблизи дома номер 12 в поселке Усово-Тупик ранее размещались гаражи, которые со временем пришли в ветхое состояние. Неоднократно на территории фиксировались возгорания, что привело к обрушению построек. Местные жители обратились в администрацию с просьбой снести строение и привести землю, граничащую с лесопарковой зоной, в надлежащий вид. Сто тридцать восемь сараев на территории 42 соток были демонтированы. На сегодняшний день вывезено уже тысяча кубов мусора. Примерно осталось столько же нужно будет вывезти. Но сейчас пока вот такая распустится, немножко подморозит, все будет остальное выведено. Судьбу земельного участка решали совместно. Жители дома провели опрос, в ходе которого каждый мог выбрать предложенный вариант или написать свой. Были предложены бюллетени, и люди приходили и голосовали за тот вид благоустройства, который они хотели бы здесь видеть. По результатам этого голосования, подсчет проходил здесь же, в присутствии жителей поселка. Более 60% высказали жителей за то, чтобы здесь был сквер с детской площадкой и с воркаутом. Помимо обустройства зоны отдыха, жители поселка попросили администрацию обратить внимание на лесной массив и проложить в нем дорожки для пешеходных прогулок. Решение принято, план мероприятий будет составлен в ближайшее время. Уже в 2023 году некогда заваленная хламом площадка обретет достойный внешний вид. А вы не подскажете, как долго это будет у вас? Не подскажу, потому что мы заканчиваем экспертизу и бьемся в областную программу на софинансирование. Потому что там расходов около 400 миллионов. То есть это будет уже на новый год? Это будет в следующем году. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания Одинцова.